Добрый вечер, возлюбленные в Господи, братья и сестры, Церковь Божия. Рискну задать такой вопрос. Может быть, есть в зале такие люди? Не обязательно отвечать, но так подумайте. Ах, может кто-то рискнет ответить. Как раз те, кого я хотел спросить. Кто любит конфликты? Ну, любит участвовать в спорах, конфликтах, аргументировать. Даже если вы стесняетесь признаться, или как бы неприлично в таком обществе признаваться, я думаю, что такие люди все-таки есть. Я вот, я вспоминаю, ну, я не из таких, я не люблю конфликтов, честно признаться. Может быть, это и проблема. Но в молодости, в детстве, я вспоминаю себя лет в 10, в 11, как некоторые здесь присутствующие. Одна из, я ни о чем не мечтал так в жизни, как, как вы думаете, о чем? О приключениях. Я помню себя особенно, мне не хватало, видимо, потому что сильно спокойная жизнь была. Ребята некоторые поймут, особенно парни, я думаю. И я чуть ли не молился об этом. Особенно, когда вот каникулы были, и вроде все такое, ну, так, размеренная жизнь, я просыпался утром с одной мыслью, что вот мне не важно было ничего другого. Но лишь бы только произошли какие-то приключения. И искал этих приключений. И в свое время, когда уже постарше стал, и нашел их. Но это уже отдельная история. И вы, я думаю, вы поймете, почему я начал с этого. Когда мы начнем читать. И я хочу предложить вам, конечно же, по традиции уже отрывок, который мы читаем вместе, если кто-то, надеюсь, многие из нас читают вместе с церковью, по плану, ну, чуть-чуть раньше, еще со вчерашнего дня. И мы плавно перетечем в сегодняшний текст. Также, ну, мы прочтем сегодня три отрывка отдельно. И первый, который я хочу предложить, это Матфея 22 глава, с 15 по 22 стихи. Давайте откроем. Матфея 22 глава, с 15 по 22 стихи. И у меня вот в Макатурской Библии здесь обозначен этот отрывок, как конфликт с фарисеями. И оказывается, наш возлюбленный Господь Иисус Христос был конфликтным человеком. У Него были конфликты. И не Он их создавал, создавал грех и люди, враждебные Ему. Но Он решал эти конфликты, и Он их не боялся. Согласны вы с этим? Давайте посмотрим, как Он решал эти конфликты. Блестяще, гениально. Ни один, наверное, профессор так в мире за всю историю человечества не решал. Не, наверное, точно, наверняка. Итак, тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с Иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал им, «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которой платите подать». Они принесли Ему динарий. И говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаря». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Я не думаю, что кто-то здесь есть в зале, который вообще никогда не слышал этот отрывок. Даже те, кто пришел из другого, другая история, то есть не из христианской семьи, возможно. По крайней мере, вот где я жил в России, там неверующие люди знали этот отрывок. «Кесарево кесарю» постоянно звучит. Это уже фраза нарицательная. И вроде, кажется, ничего такого здесь нового нет. Ну что новому мы слышим? Мы как-то уже привыкли к этому, все на слуху. И как-то понятно вроде даже. Но если разобраться поглубже и вздуматься, я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами ввлекли в этот отрывок и дальше. Чтобы пришли к выводу определенному. И какой вывод я хочу, чтобы мы с вами пришли вместе. Я предлагаю вам и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Или, по крайней мере, подумайте, задумайтесь над этим. Каков приоритет? Это главный вопрос моей проповеди, который я хочу задать. Каков приоритет у верующего человека? Какой? И вообще приоритет обычно один бывает. Самый главный, самый первый приоритет в жизни верующего человека. Как это связано с этим отрывком, который мы прочитали? Я думаю, мы к этому придем. Но давайте с самого начала. Итак, ну, во-первых, из истории немного. Так, у вас на экране вы видите, это, как вы понимаете, динарии. То, что Христос показал. Динарии, которые использовали в то время. Но мы еще вернемся к нему. А кто вообще задавал вопрос ему? Я начал с того, что Христос, ему приходилось участвовать в конфликтах. Я верю, что не по его воле. Хотя все по его воле, все по Божьей воле. Но он не был инициатором конфликта. Мы видим, с самого начала отрывка, мы видим, что фарисеи совещались. Как бы ловить его? То есть, есть люди, которые совещались, хотели поймать Христа в своем, наверное, таком неведении и, может быть, недалекости. И они думали, что это возможно. Так? Ну, что это за люди, фарисеи? Давайте мы вместе порассуждаем сейчас. Я хочу, чтобы вы немножко отвлеклись. Молодежь, возможно, от супербола. Старшее поколение от мыслей о том, как они неделю эту будут проводить. Давайте вместе подумаем. Я просто не хочу сейчас еще раз повторяться. Кто такие фарисеи? Вы скажите мне. Кто такие фарисеи? Можно так из зала или так как бы про себя, но порассуждаем давайте. Фарисеи. Что это за люди такие были? Религиозная партия, так? Религиозная партия, которые хотели соблюдать законы. То есть они, сегодняшнее слово, которое можно употребить в отношении них, это традиционалисты. То есть консервативные традиционалисты такого расистского направления, как угодно можно их назвать. На что они опирались? Вот это для нас с вами важно будет, потому что следующий отрывок нам легче понять будет. На что они опирались? На какой вообще, ну какая у них Библия была? Понятное дело, что Новый Завет они не почитали. Но тогда еще и не было. Предание старцев, ну они почитали пяти книжек, то есть Тору, первые пять книг. А еще что? И другие, да, книги из Библии. Хотя еще тоже не было и канона. Он только появился, канон Ветхого Завета, а сформировался в конце первого столетия. Так, вы знаете, да, об этом? Вся Библия, канон, который мы с вами сегодня читаем, соревновался еще через 200 лет. Окончательный. Так вот, фарисеи это те люди, которые поддерживали вот этот Ветхозаветный канон практически весь. То есть они верили пророкам, Исаии в том числе, там Малахия и другие важные пророки, которые были. Так, и они также почитали книги мудрости, Соломона, притчи и так далее. И другие книги. Вот, это очень важно, потому что дальше мы поймем, почему важно. Так, и мы видим, ну, почему-то они все равно во Христе не увидели то, что они должны были увидеть. По сути дела, они должны были это увидеть. И они увидели уже после того, как Христос воскрес и вознесся, помните? Когда апостол Петр проповедовал на день Пятидесятницы. Многие испокаившихся были вот из этих людей, из этих фарисеев. Но в тот момент, когда они его искушали, они еще были только у порога. Или же шли, пытались идти в другом направлении от Христа. Ну, понятно, да, так чуть-чуть разобрались. Спасибо за помощь. И спасибо, что вы вместе рассуждаете со мной. Далее. Значит, одна из проблем фарисеев какая была? Это была религиозная партия, я сказал, да? Часто бывает, что религиозные партии бывают еще и политическими. Но в данном случае они были далеки от политики. Ну, как сказать далеки? Они хотели абстрагироваться от политики. То есть, держаться отдельно. То есть, они не хотели признавать никакие светские власти, которые над ними были. То есть, они формально не признавали это, но фактически внутри себя не противостояли этому. Так? И в этом они хотели поймать Господа Христа. Тем более, что они думали, что Христос хочет стать царем. Хочет возглавить вот это политическое движение освобождения от римского права. И вот мы подходим уже к тому, какой политический строй был. Тоже помогайте мне в этом. Что тогда было? Кто правил в Иудее? Римская империя. Да, и в частности, император Тиберий, который вот изображен на этой монете. Это как раз монета. Она датируется с 14 по 37 год от Рождества Христова. И это его лицо. И он на троне сидит, на другой стороне. Так? Что в понимании правоверных... Вот, а мы поняли с вами, уже разобрались, что такие фарисеи. В понимании фарисеев, что это было? Представьте, император, его лицо, и он сидит на троне. Что это было? Это был идол. То есть им не просто было... Не просто там вопрос в том, что это как бы налог, который требовала захватническая государство. Которая захватила Иудею и держала под своим контролем. Не просто это те деньги, которые потом употреблялись на содержание той же армии, которая угнетала иудейский народ. То есть это было не патриотично, но это еще было и нарушением всех их законов. Они свято блюли вот это. Фарисеи, у них было много хорошего. И мы тоже это слышали неоднократно и знаем. А в частности, что они пытались сохранить народ от язычества, идолопоклонства. И в этом их можно похвалить. То есть они не хотели поклоняться никаким другим богам. В том числе императору, который был тоже одним из божеств в то время. Поэтому они и подошли с таким намеком. Но еще написано, что они привели с собой иродиан. А это кто такие? Это вопрос немножко посложнее. А кто такие иродиане? Ну это с чем сравнить? Вот сегодня, к примеру, представителей, не хочется просто как пример использовать. Представители, скажем, республиканской партии берут, приезжают, допустим, в Калифорнию и берут стажеров, которые занимаются, помогают демократической партии. Понимаете, да, идею? То есть это две враждебные партии, по большому счету. Но вот вдруг враждебная партия берет тех, которые не соглашаются с ними, учатся, как воевать с ними, как им противостать. Потому что иродиане, это была группа, которая поддерживала марионеточное правительство Ирода. А Ирод служил Римской империи. И был просто, по большому счету, марионеткой в руках римского права. Так вот, смотрите, две враждебные группы объединились в том, чтобы уловить Христа. И вот они приходят к нему. И что они ожидают? Помните, как в случае с тем, я не знаю, Сократа или спросили, одного из известного философа, когда к нему подошли и говорят, вот у меня в руке птица. Да, помните эту историю? И какая она, живая или мертвая? И что философ ответил? Это как ты решишь? Мудро, да? Христос ответил тоже так, но даже лучше. Вот они хотели уловить. Если бы он сказал, да, позволительно давать подать, тогда бы они возбудили против его народ. Как же? Он хочет, чтобы мы подчинялись Риму, который ненавистен нам, который навязывает нам идолопоклонство и так далее. Если бы он сказал, нет, это идолопоклонство, не нужно подчиняться им, не надо им отдавать налоги. Кстати, какие налоги требовал Рим? Просто тоже из истории чуть-чуть, чтобы нам знать. Один динарий. Да, вообще Рим требовал разные налоги с еврейского народа. В частности, одну десятую от зерна, если у них были участок. Одну пятую от масла и вина. Они платили подоходный налог, один процент от НДС, один процент от всего заработка. И вот этот вот подушный налог. То есть каждый человек в год должен был платить один динарий. Вот этот динарий, знаете, по классификации МакАртура, я не буду сейчас… Вы можете сами посчитать. Я думаю, что все вы умные люди. Особенно те, кто знает немножко математику. Но по МакАртуру один динарий – это 32 доллара. Считалось это заработок наемного рабочего. Сегодня, я думаю, что можно, особенно в Америке, до 100 поднять эту планку. То есть вот этих вот 32 доллара каждый человек должен был заплатить… Это и мужчина, и женщина в созрательном возрасте от подросткового до 65 лет должен был платить ежегодно вот этот налог. Откуда они его брали, я не знаю. Но они должны были выплатить. И вот с этой уловкой подошли фарисеи вместе со своими врагами и радианами. И вот спросили у Христа. И Христос изумительно отвечает. Я не перестаю удивляться. Это и просто, и в то же время очень в точку. Да, он говорит… Получается, он говорит, да, давайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. То есть как вы думаете, что он сказал? Вот нам сегодня, людям, живущим в 21 веке в Америке, у нас сегодня незахватническая власть, демократическое правительство, которое предоставляет много свободы, согласны вы с этим? Много свободы. Пусть не там не абсолютную свободу, но много, да, скажем, в сравнении с другими странами. Что Христос говорит нам сегодня? Какой вывод первый, который мы можем сделать отсюда? Нужно платить налоги. Да, надо платить. А почему надо платить? Потому что это та власть, которая, особенно та власть, которая заботится о нас, да? Даже в том случае, когда в римском мире эта армия, которая защищала народ, она их обирала и в то же время защищала. То есть, какими-то благами они все-таки пользовались. Римское право до сих пор используется как основа любого законодательства, юриспруденции, практически любого правового государства сегодня. То есть, у них были определенные законы, и нужно было им подчиняться. И Христос, он не говорит прямо, он говорит, вот нужно платить налоги. Но он имеет в виду, что налоги платить надо. Я думаю, что Христос заранее, еще до этого, давайте немножко перенесемся назад, и тоже помните, когда вы читали, я думаю, еще осталось в памяти, это не стерлось, Матфея, 17 глава, 23-27 стих, там о другом налоге говорится. О том, когда подошли к Петру и говорят, не даст ли дидрахмы Христос. И Петр говорит, да. Потому что он даже не задумался. То есть, это понятно было, это заложено в сознании евреев, иудеев, правоверных, что нужно еще и платить, помимо римлян, нужно бы еще платить в членский взнос, так называемый. Вот сегодня во многих церквах есть членский взнос. У нас, слава Богу, принято десятину платить. Кто-то платит членский взнос. Так вот, членский взнос был в два раза выше подоходного налога. Вернее, не подоходного, а вот этого подушного налога. И он составлял уже 64 доллара, то есть, это дидрахма. Христос, помните, сказал Петру, иди, поймай рыбу. Интересная такая история, очень интересно. Иди, поймай рыбу, и у рыбы во рту будет статир, то есть, две дидрахмы. То есть, сколько там, 128 долларов, да? По-нашему, если так сказать. Ну, считайте, считайте. Вот, это считалось два дня рабочих. То есть, смотрите, получается, благочестивый, порядочный гражданин и иудей, правоверный, который должен был три дня работы своей отдать государству и церкви. Ну, в то время синагога, храм, вот на это он должен был посвятить. И Христос, хотя он говорит, что я свободен от этого, да? Он сказал, что, смотрите, если царь в этом отрывке, который я вам... Можете почитать дома. Но он говорит, царь свободен, да, сыны царя свободны. То есть, он, как сын Божий, был свободен от того, чтобы платить этот налог. Потому что, по сути дела, это ему шло, эти деньги. Но он говорит, чтобы не подать соблазны. И сегодня то же самое и нам, говорится. Я думаю, что мы выводы можем сделать. И на этом поставить точку, что платить налоги надо, и надо жертвовать для церкви. Сколько там, это уже в уставе церковном. Учим мы, об этом тоже отдельно можно говорить. Это ли десятина, или это членский взнос. Или же, когда приезжают миссионеры, мы помогаем. Или капелланы вот с Украины приезжают, мы им помогаем. Но что-то давать надо. Согласны с этим? И я думаю, что церковь наша, слава Богу, с этим справляется. Дает. Но вот какова идея, очень глубокая идея этого отрывка? В чем она заключается? И сегодня мы уже слышали, пастор говорил проповедь об этом. Что, по сути дела, Христос глубже копает здесь. Он не просто говорит, что надо платить налоги. Он говорит, что это вообще не ваши деньги. Вот давайте задумайтесь. Если хотите, проведите такой эксперимент. Если у вас какие-то деньги с собой карманные есть, там монета, желательно побольше, там quarter или долларовая бумажка. Можете достать даже сейчас. Сейчас я думаю, что мы разрешим это сделать и посмотреть на нее. Сделать, если хотите. Если есть такая деньги. Ну, у кого нет, то у кого, я думаю, богатая фантазия. У кого-то есть деньги, у кого-то фантазия. У кого богатая фантазия, тот может просто представить. И давайте мы подумаем. Вот Христос показал, почему Он показал вот эту монету? Ну, нам эта монета мало что говорит. Мы не держим ее в руках. Может, кто-то и держал. Есть такие там. Она мало что говорит, но мы держим монеты сегодня государственные. Монеты. Часто достаточно. Даже если мы не пользуемся кеш, но мы держим. И вот когда мы смотрим на эту монету, давайте посмотрим на нее. Что там есть такого, что нам принадлежит? Кроме слов in God we trust. Которые, по сути дела, не обязательно писать на бумаге. Это написано в Библии. Что там есть, что мы можем вот так и сказать, положить, приложить к сердцу и сказать, вот это мое. Ничего, друзья. Согласны со мной? Аминь. Ничего. Мы склонны сегодня, к сожалению, даже христиане попадаются на эту удочку. Мы склонны считать как-то вот многие вещи своими. Мы говорим, часто мы слышим, ты тратишь мое время. И мы даже сами так говорим иногда. Ты тратишь мое время. Он не дает мне мои деньги. Или еще там, допустим, я там жду какого-то вознаграждения. Да это не мое. Христос сказал еще давно, еще более чем 2000 лет назад. Он говорит, это кесарю принадлежит. Отдайте ему. Кесарева отдайте кесарю. Вы знаете, я прежде всего сегодня говорю себе тоже. И пастор сказал, в принципе, то, о чем я тоже размышлял, готовясь к этой проповеди. Я думаю, Дух Святой говорит всем нам. И он сказал, что мы сегодня тоже богатые люди. Когда мы говорим о богатых, вот обращаясь опять назад к истории о богатом юноше, как Христос говорит о богатстве, он говорит, трудно богатому войти в Царство Божие. Мы почему-то, многие из нас, я думаю, что практически все в зале почему-то думают, что это о ком-то. Да, согласитесь? Мы никто не считаем себя богатыми. Ну, я, допустим, сегодня, мне неудобно признаваться в этом, но я еще до сих пор на вэлфере состою. Ну, как бы, не денежную помощь получают, но футстемпы. Моя семья. Мы недостаточно зарабатываем. То есть я мог бы считать себя небогатым. Ну, послушайте, по статистике, в сравнении с другими странами, мы слышали сегодня, я не буду повторяться. Мы сегодня богатые люди, даже те, кто находятся на вэлфере. Те, кто имеют хотя бы раз в день питание. Мы не один раз питаемся в день, так? Больше. Так, то есть мы с вами все богаты. Оказывается, всем нам трудно войти в Царствие Божие, братья и сестры. И все равно, вот мы знаем все это, и все равно, как трудно нам вот от этого всего отказаться. Понимаете? Мы помним, что примеры для нас разные там были в Писании, да? И в частности, бедная вдова. Она себя тоже, а она, наверное, считала себя богатой, потому что у меня было целых две лепты, две копеечки, которые она могла купить там хлеб и воду. И она все это отдала Богу. К сожалению, мы, я сам себе это прежде всего говорю. Вот есть что-то, какое-то накопительство в душе, что мы любим просчитывать. Как та собака, вот эту кость, она знает, что у нее это есть кость, и она прячет ее где-то и знает, что когда-то она может эту кость взять. Это что угодно может быть. Это может быть счет в банке, это может быть наше членство там в страховых компаниях, где мы имеем life insurance, да? И мы знаем, что, не дай Бог, что случится, помогут деньги эти. Потому что мы считаем это нашим. Или кто-то в челке хранит и считает. Да? Да? Друзья, ну давайте так скажем честно. Мы надеемся на это почему-то. А когда грянет беда, не дай Бог, и мы знаем, и здесь есть тоже такие люди, у которых такое происходит. Да и слава Богу, если мы сразу же идем к Господу, не обращаемся к каким-то другим богам, не обращаемся к медицине, не обращаемся к, я не знаю, там, советчикам, которые есть. Не обращаемся к кончуренсным компаниям и так далее. Мы идем к Богу в первую очередь. Нет, это всегда бывает last reserve. К сожалению. Часто. Да Бог, чтобы не так. Итак, что говорит Христос? Он говорит, отдайте кесарево кесарево. То есть, если надо налог платить, платите. Не думайте о том, кому он пойдет, друзья. Я не призываю сегодня вдруг идти всем заполнять налоговые декларации, но мы это должны делать, мы должны понимать это, да? И не должны рассуждать, пойдут ли они на нужды меньшинств сексуальных или там на военные расходы. Тоже сейчас это популярная мысль такая, да? Представьте, государство очень много тратит на… Это плохо. Мы не можем это не осудить. Ну, я думаю, что Христос не призывал нас вникать в это. Тот динарий, который они должны были платить, шел на содержание армии. В первую очередь на содержание военных расходов Римской империи. Ну да, это сегодня уже. Это мы уже сегодня живем. Римское государство не давало тогда ни пенсии, ничего такого. Социального пакета не было у них. Вот, сейчас у нас есть. То есть, мы сегодня должны это понимать и ценить. И здесь, я уже говорю, мы уже здесь поставили точку. Но смотрите, Писание говорит и учит, я думаю, что Христос в мудрости своей, когда он сказал это в простой, но глубокой мудрости, он сказал больше. То есть, вообще не надо за это держаться. Не наше время, друзья. Время не наше, Богу принадлежит. Мы проснулись утром и сказали, Господи, слава Тебе, что Ты дал нам еще один день сегодня. Для чего? Для того, чтобы прославить Тебя? Аминь. Ты дал мне сегодня еще сто долларов заработать. Для чего? Чтобы уделить нуждающимся. Аминь. Это может наша семья быть, да, тоже, в том числе. Это могут быть рядом соседи, которые находятся, могут быть родственники, но и тоже есть нуждающиеся в церкви. И слава Богу, я знаю, что наша церковь, я очень радуюсь всегда. Я говорю, пастор сегодня не сказал до конца, что в лучшем городе, в лучшем штате, в лучшей стране и в лучшей церкви мы находимся. Аминь. Давайте дальше. Следующий, немножко контрастный отрывок дальше идет. И мы, я хочу предложить, чтобы мы прочли его. Это уже вопрос другой политической партии. И он находится в этой же главе, только уже с 23 стиха. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у него, у нас, семь братьев. Первый, женившись, умер и не имея детей, оставил жену свою, брату своему. Подобно и второй, и третий, и даже до седьмого. После же всего умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из семи будет она женой? Ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? И я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ удивлялся учению его. Следующий вопрос. И вот, помните, я хочу напомнить вам, о чем мы говорим. Мы говорим о приоритете христианской жизни. Первый вывод, на котором мы сделали, деньги, материальное состояние. В какой бы форме они ни находились, это что угодно. Это даже, возможно, велфер, который нам помогает. Это не наше. Это принадлежит Кесарю, это принадлежит президенту, это принадлежит государству. Давайте не будем держаться за это, не будем считать. Ищите прежде, Христос до этого еще говорил, ищите прежде всего на горной проповеди. Царствие Божие, правда его и все остальное, и это все приложится вам. Там, смотрите, Царство Божие нельзя приложить к богатству. Богатство можно приложить. Царство не прикладывается в богатство, не прилепляется, нет такого клея. Понимаете? Богатство, оно может нарастать и уходить. Но только так, когда оно движется. А не когда оно сохраняется, и царь кощей над златом чахнет. То есть этого нет, такого не может быть у христианина. У христианина движение идет постоянно, и материальных ценностей тоже. Если мы остановились на чем-то, то это уже стагнация, христианская стагнация. Так вот, следующее. Христос, к Христу подходит еще одна партия. И давайте дальше рассуждать. Я думаю, есть немножко, минутка давайте вместе. Что за Саддукия? А кто это такие? Какие версии? Что это за партия? Не Иродиания. Иродиания это чисто политическая партия была. И она не так знаменита. А вот Саддукии это было... Ну? Ну да, понятно, это мы уже делаем вывод. А вообще изначально, что это за партия такая? Кто это такие? Ну, нет, они не философы. Это же были... Садок, помните, кто такой был Садок? Священник. Это последовательно... На самом деле интересно. Помните, книжники Саддукеи часто тоже вместе употребляются. Оказывается, книжники тоже из этой сферы были. Книжники, которые знали закон. Саддукеи. Это была тоже религиозная партия, но она еще и с политическим уклоном была. То есть, они полностью сотрудничали с Иродом и с римским государством. Во что они верили, Саддукеи? Помните, что фарисеи верили, в принципе, принимали весь канон Ветхого Завета. Саддукеи во что верили, друзья? Во что? Они были атеисты, но что-то они признавали из Библии. Абсолютно верно. Спасибо, брат. Оказывается, они верили в первые пять книг Моисеева Закона. И это был для них закон. Но вот они там не находили в этих пяти книгах, а они не находили там учения о воскресении, о загробной жизни. И на самом деле так. И я тоже неоднократно говорил, вы слышали, наверное, об этом, что практически до Давида, до Соломона основного учения вот этого не было оформленного, которое у нас сегодня есть, вера в загробную жизнь. Люди не представляли, что там. И даже порой у них был такой вот атеистический уклон. Так вот, эти Саддукеи, которые поддерживали Рим, которые состояли из элиты священников, они еще вдобавок зациклились только на Торе. Они не верили никаких пророков больше, ни во что другое. А вот в Торе они не находили учения о воскресении мертвых тел. И что интересно, короткая такая справка, и я вычитал это у Баркли, у Уильяма Баркли. Хорошее толкование у него по поводу того, по что в Оресеи верили. Они верили именно в буквально воскресение тел телесно. И мы когда-то тоже об этом говорили. И отчасти мы тоже поддерживаем это учение сегодня. Но они заходили в крайности. Они порой заходили в такие крайности, что даже не важно об этом поговорить. Но это фарисеи, они любители были копаться в этом. И одной из крайностей у них было то, что они верили, они говорили. Вот рассуждали, у них трения были, аргументы по этому поводу, самой партии фарисейской. Что, как если воскреснет человек, в какой надежде воскреснет? В той, в которой он умер, или в какой-то новой? Ну, скорее всего, они подсклонялись к тому, что в той, в которой он умер. Потом, если он воскреснет, болезни, от которых он умер, останутся в нем или нет? Да, потому что это тоже человек. То есть это уже другая крайность. Смотрите, они уходили. Мы верим сегодня в воскресение, но мы знаем, что мы в новом теле воскреснем, в обновленном. Потому что так Писание говорит. А эти придумывали. Но самое интересное у них было учение о том, что если Иудей умер не в Святой Земле, то есть в Иудее, а где-то в изгнании, в диаспоре, то тело его должно воскреснуть все равно в Иудее. Как это может произойти? Оказывается, есть какие-то там ходы под землей, расщелинные, по которым тело путешествует и приходит в конечном счете, и выскакивает при воскресении, когда Мессия придет, в воскресении тел, оно должно выскочить там в Иудее. Вот какая интересная идея у них была. То есть Голливуд отдыхает опять же. Вот этот вот Total Recall, последняя версия, молодежь знает, если кто-то помнит. Может и старый фильм для вас, но там вот это вот путешествие внутри земли, там можно было из Австралии в Англию под землей проехать. Так вот это не новость. Это еще когда-то фарисеи придумали. Но неважно. Смотрите, две противоположные мнения. То есть смотрите, фарисеи верили в воскресение, но они заходили в крайности, которые не поддержатся Писанием. Так, Писание говорит о том, что Богу возможно восстановить из мертвых, если бы они читали внимательно, пророка Иезекииля, что там он восстанавливает ткани заново. Да, вы помним это. А они придумывали что-то другое, как-то объяснить. Может быть, времени много было у них свободного. Саддукеи вообще отвергали вот это. И смотрите, они пришли ко Христу и рассказали ему вот такое вот, ну, можно сказать, такое, не знаю, как сказать, предание, легенду, помягче сказать, но не сказать сказку. Да, про то, что вот у человека были жены и так далее. Ну, вообще, а зерно истины там было? Какое? То есть, это закон о ливератном браке, который существовал в Ветхом Завете. И, конечно же, Саддукеи привели это на основе одной из пророков, как бы они взяли, или из мудрости? Нет, они взяли из Торы. Они взяли из Тарозакония. Между прочим, одна из книг, которая очень часто цитировал сам Господь. И он дальше еще будет цитировать. Так вот, Творозакония в 25 стихе, 5-й, 10-й, 5-й глава, 5-й, 10-й стих, и это было вот, до этого мы читали, что есть такой закон, оказывается, ливератный брак, то есть, что если умирает один брат, то другой брат должен взять его жену. Ну, если помните, кто-то внимательно смотрел, уже давно это было, а кто-то, возможно, недавно смотрел, про Карлсона мультик, когда, когда малыш там в углу стоит, и мама пытается его утешить, и он говорит, а вот, ну вот, братец мой умрет, вернее, братец мой вырастет, ну вырастет, ну женится, ну умрет, а мне что, потом надо будет жениться на его старой жене? Она говорит, а почему, малыш, ну почему? Ну я же донашиваю его старые пижамы, коньки, велосипед, и все остальное донашиваю. Она говорит, она пообещала, что избавит его от вот того, чтобы жениться на старой жене. На самом деле, в этом есть зерно, и закон такой был, и он даже был еще до того, как сказан был, дан был еврейскому народу. Помните историю, скандальную историю, и она находится в Библии про Иуду и его невестку, Фомарь. Тоже можете почитать, это в книге Бытие, возможно, недавно читали, да, о том, что три брата женились на вот этой невестке. В конечном счете, она вышла замуж за своего свекра. Так, но это уже другая история. Потом, Руфь, там тоже четко есть представление, об этом мы еще будем читать, возможно, касаться, когда она выходит замуж за родственника. Но более близкий родственник, помните, там целый был ритуал, как должно осуществить. Опять же, если интересно, почитайте. 25 глава автора законе, и можете Руфь перелистать, посмотреть, как там это осуществлялось. то есть, закон такой существовал. Но они в Саддуке, в своем вот этом, в ядовитости своей, они пошли дальше. Они вот придумывали этот, конечно же, они во что, это видно было, вот эту ехидную улыбку на их лицах, и вот этот вот сарказм. Они думали, что вот сейчас мы Христа поймаем. Эти тоже пытались поймать свои крайности, поймать его, подловить на том, что он скажет. А действительно, как ответа на этот вопрос нет, если на него нужно отвечать. И Христос не отвечал на него. Он сказал вообще другое совершенно, что они не ожидали услышать. Он говорит, что в Царстве Божьем не женятся, замуж не выходят, но пребывает как ангелы. Вывод какой мы делаем из этого. И я не хотел бы никого расстраивать, но я думаю, что молодые люди уже знают об этом, и старшее поколение мы знаем, читая слова Христа и веря Ему, мы можем сказать одно, что на небе нет секса. На небе нет сексуальных отношений. Нет размножения. Как бы сегодня мир не говорил, и это следующий наш вывод, который мы делаем еще дальше, то есть какой вывод мы делаем для себя. Как бы мир сегодня не говорил, и как бы не строил, как бы дедушка Фрейд нас не учил и говорил, что все вокруг этого строится и вертится, и как бы сегодня современное общество, к сожалению, не ставило это на пьедестал, во главу угла, и как бы не нагнетало вот это чувство, то, что секс – это очень важно, вот удовольствие и все так далее, это не самое важное в жизни, друзья, и даже не самое важное в жизни семейной. Хотя это важно в семейной жизни, но не в жизни всякого христианина. Помните, да, есть разные, и тоже об этом мы говорили, и я думаю, что вы рассуждаете, особенно молодые люди. Это вас во многом касается, конечно, и много искушений сегодня по этому поводу. Но мы должны помнить о том, что у человека есть, особенно вот у нас, у верующих, когда мы приходим, когда мы обратились к Господу, Он возродил нас, у нас уже есть как минимум один дар. Какой? Как минимум у каждого человека, здесь сидящего, возрожденного, есть один дар. Какой? Какой? Это либо дар семейной жизни, либо дар безбрачия. Друзья, вы знали об этом? Это так, так слово нам говорит. Потому что апостол Павел так говорит в седьмой главе первого послания Коринфянства, что дары различны, один так, другой иначе. То есть один женится, другой нет. И не обязательно жениться. Оказывается, в истории мы знаем, вот Ирина намного рассказывала, люди, которые были никогда не женаты, а были и такие, которые потеряли жены мужей и потом уже не выходили замуж, не сженились. У них дар обнаруживался потом, но Бог даровал такой дар. Но если есть другой дар семейной жизни, у большинства здесь, как я вижу, есть дар семейной жизни. И слава Богу, этот дар нужно употреблять и радоваться этому. И радоваться тому, что вот эти отношения интимные, сексуальные существуют, слава Богу, в нормальной, здоровой христианской семье, на нормальной основе, между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Природно рожденный мужчиной и женщиной. К сожалению, нам приходится пояснять это в наше время, в лукавое время. Но оно существует. Оно существует сейчас, здесь. Я не буду вдаваться в глубокие подробности, почему Христос сказал, но так Он сказал, что там этого не будет. Там не будет нужды в размножении. То есть достаточно будет количества людей, которых родилось на протяжении этих всех веков. Достаточно будет спасенных. Как Бог будет творить все новое, как написано, это мы не знаем. Я не буду опять же в это вдаваться. Но мы знаем одно, что это не будет, там секса не будет не потому, что это греховное такое дело. Его не будет потому, что там будет нечто лучшее. Так написано, опять же в том же послании Коринфянам, что Бог приготовил для нас нечто лучшее. Такой маленький пример, опять же молодежи, наверное, понятнее будет. Интернет-знакомство. Кстати, есть хорошее интернет-знакомство. Есть хорошее. Не всегда плохие есть. Есть хорошие, то есть семейные сайты, которые помогают. Я не знаю, я никогда не обращался, но я знаю, что моя племянница, живя в России, в Москве, вышла замуж по интернету. За христианина, за верующего человека. Я бы раньше, может быть, и осудил, но сейчас нет, потому что, ну вот, у нее нормальная семья, она вышла в церкви, ее сочетали, благословили, она живет и счастлива. Так вот, что значит интернет-знакомство? Когда мы общаемся, когда молодые люди общаются по интернету, у них нет возможности видеть друг друга, разговаривать, слышать голос, ну, может быть, даже касаться руки там и так далее. Но они общаются. Это полноценное общение? Нет. В принципе, всегда в общении могут возникнуть искушения, различные искушения, так скажем, даже по интернету. Но я для чего это привожу? Что вот когда они встречаются, наконец, когда их сочетывают в церкви, и когда их Бог благословляет, благословляет, они имеют семью, имеют отношения, то вот эти вот интернет-эх отношения, они ничто не значат, да, в сравнении с настоящими отношениями. Вы поняли мою идею? То есть, если Бог приготовил для нас нечто лучшее, для тех, для тех, кто задумывается над этим вопросом, там будет нечто лучшее, чем секс. Отношения с Богом, общение, непрестанная радость пребывания на небесах и так далее. Опять этому там трудно представить, но это так. Что же тогда делать здесь, на этой земле? Надо жить и поступать по Библии. Семейным людям нужно хранить верность друг к другу, любить, уделять нужное внимание своим женам и мужьям, должное расположение оказывать, как в Писании написано. А что делать нужно молодым людям? Определиться тоже. Да, аминь. До 20 лет, я думаю, достаточно времени, чтобы определить свой дар. Или ты имеешь дар безбрачия, или ты имеешь дар семейной жизни, друзья мои. Нужно. Да благословит вас Господь решать эти вопросы и не подавать пример отрицательный для окружающих. Писание говорит нам, чтобы мы должны пребывать в целомудрии. И это целомудрие касается сегодня, целомудренное. То есть, грех начинается не просто с просмотра порнографического видеоролика, и не просто с посещения заведения определенного. Не дай Бог, чтобы христиане этим занимались. Но он начинается здесь, в голове. То есть, когда есть потребность в том, что тебе не положено сегодня. Молодые люди, если вы, это сегодня к вам обращение, если вы слишком задумываетесь над этим вопросом, или есть слишком большое желание к этому, то есть только два вывода. Или вы готовы к семейной жизни, и вам нужно жениться. Или, если вы не готовы к этому, то нужно каяться. То нужно каяться, исповедоваться, идти к пастору, идти к служителям и говорить об этом, друзья, чтобы оставлять это. Я думаю, что вы меня поняли и услышали это. Итак, какой вывод Господь делает? Что сам Христос в своем отрывке, в этих словах, которые Он говорит, о том, что в небесах Господь дает нам нечто лучшее и большее. Но самое главное, какой Он вывод делает? Он говорит, он дальше продолжает, зная, понимая состояние саддукеев, что они не верят в загробную жизнь, не верят в воскресенье, не верят в живого Бога, Он говорит им, смотрите, я Бог, и это очень сильное место. Мне кажется, хорошо, если мы заучим его наизусть и будем употреблять его, когда разговаривать с окружающими будем, потому что это именно вот то, что нам нужно знать, что Бог, Авраама, Исаака и Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. То есть, значит, эти люди, которые были, которые записаны в Писании, наши с вами тоже, бабушки и дедушки, те, которые, отцы и мамы, которые служили в Господе, трудились для Него, приносили ему, приносили этот венец, зарабатывали, они там вечности славят. Слава Богу! И Бог есть Бог живых. И мы стремимся к этому. И это наш приоритет сегодня. И вот следующий отрывок, самый главный, на котором мы сделаем вывод, я не буду много о нем говорить, я думаю, что он должен быть выгравирован в наших сердцах, и постоянно мы должны повторять его в нашем разуме, сознании и поступать по нему. Следующий, мы на этом закончим, будем молиться. 34 стиха под 44 мы прочитаем. «Фарисей, услышав, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. И вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Смотрите, Христос мастерски подводит черту под этими двумя противоречивыми направлениями. То есть, одно направление удавлялось консерватизм, традиционализм, в непослушание. По сути дела, подсознательно они призывали к тому, чтобы не быть послушными государству и так далее, протестовать, возмущаться. Другая партия, наоборот, либеральная. Они готовы были поддерживать все, что здесь на земле. Им нравилось эта жизнь, это наслаждение богатством, властью и так далее. Они не понимали друг друга, хотя они объединились, чтобы бороться за Христом. Но Христос подводит черту под этими двумя вот этими крайностями и говорит о том, что что главное, какой самый главный приоритет в жизни верующего человека, в жизни христианина. В жизни вообще любого человека, который хочет быть успешным в жизни, согласитесь. Самое главное, должен быть смысл жизни. Какой? Это возлюбить Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и ближнего своего, как самому себя. И если подумать и свести вместе, вот мы об этом, мы когда-то читали, совсем недавно, мы читали 10 заповедей, 10 главе, исход. это же тоже заключается в этих заповедях, да? Помните, первые 4 заповеди направлены к Богу, направлены к Богу, то есть это, в этом мы выражаем любовь к Богу. 6 заповедей по отношению к людям. Любовь к Богу, это важно. Мы это прекрасно понимаем, но как она выражается, что мы должны теплые чувства испытывать в отношении Бога? Да, это так, но разве только в чувствах дело? Дело в том, какой приоритет нашей жизни? Дело в том, действительно ли мы отдаем нашу жизнь Богу каждый день, с каждым нашим долларом, с каждой минутой нашей жизни, с каждым дыханием, с каждой мыслью, которая у нас звучит, в голове прокручивается. Думаем ли мы, стремимся ли мы, посвящаем ли мы каждый день Богу для прославления Его? Вот в этом выражается любого Бога, и не только в этом, но во многом другом. Смотрите, как мы можем говорить, что я люблю Бога, но не делаю ничего для Него, к сожалению. Вы знаете, мы здесь не часто поем эти псалмы «Все Иисусу отдаю я», «Все я отдаю», да? Но если даже и поем, задумываемся мы об этом, действительно все ли мы Иисусу отдаем? Там, в России, часто пели общим пением «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». И люди улыбаются, я думаю, что мы помним, что мы такие вот ДВРцы, иногда, я сам молодой был, мы меняли одно слово там. Да, я хочу и богатства, и казны серебра, к сожалению. Так вот, смотрите, Христос, Он не требует многого у нас, совсем немного, полностью, мы должны отдать себя. Очень все просто, все полностью. Каждый доллар, который у нас в кармане лежит, каждая минута, каждое дыхание наше, как Андрей сказал, каждая мысль должна ему посвящена. Он немного требует, он требует нас. И если, здесь вот как раз, если между вот этими крайностями фарисеев и Родиан и Саддукеев можно найти золотую середину, и нужно искать баланс, то вот в этом, в отношении любви к Богу нету ограничения. Согласны вы? Я думаю, что сколько мы живем здесь на земле, какое бы наше направление жизни не было, какое бы состояние наше не было, здоровье, материальное состояние, насколько много у нас интеллекта или способностей, или еще чего-то, что мы имеем или не имеем. Все это не так важно. Важно, насколько это принадлежит Богу. Важно, насколько мы отдаемся Ему. Христос не смотрел, когда люди жертвовали, сколько они пожертвовали. Он смотрел, сколько у них осталось. У бедных даже ничего не осталось. Она самый яркий пример для подражания является. И многие последователи Христа уже потом, уже после Его вознесения делали подобное. Они приносили, отдавая имение свои. Все, что они имели или могли иметь, они отдавали на нужды церкви. Это, я думаю, пример у нас был и остается для нас всегда. Я думаю, пока мы живем на этой земле, пока мы не научились этого делать, я думаю, Господь будет еще нас оставлять. И Он как раз дает нам жизнь, чтобы мы научились это делать, отдавать всего себя для Его служения, для Его прославления. И тогда, возможно, мы будем готовы к переходу на личном уровне или когда церковь вдруг процветет вот таким образом, когда люди начнут жертвовать всем, что у них есть. Мы с вами начнем жертвовать. Даже больше. То есть, мы уже многое хорошо делаем, но есть лучшее. Можно делать и лучшее. И вот в отношении тоже любви к другим людям. Смотрите, Христос, даже Христос, мы видим как бы прогрессию в Его словах. Смотрите, сначала Он говорит, что, и это из Ветхого Завета взято, что возлюбите ближнего. Он приводит примеры, опять же, взятые из второзакония, из, в основном из второзакония книг, отрывки. Но Он говорит, что возлюбите ближнего как самого себя. Это как бы первая ступень. А дальше, что Он говорит? Уже перед самым своим крестным страданием, что Он говорит? Он же говорит, нет больше той любви, если кто душу свою отдаст за брата своего. То есть, это уже больше, высшая степень. И смотрите, что дальше идет? Апостол Павел и другие авторы посланий, они еще на высшую ступень говорят. Они говорят о том, что даже если ты отдашь тело свое на сожжение, а любви не имеешь, то ты медзинящий, а кимвал звучащий. Это еще высшее, еще более высшее состояние. То есть, любого гаппи, она проявляется и в чувствах, и в состоянии человека, и в его жертвенности, и это все в отношении окружающих людей. К сожалению, нам часто не хватает этого. Да поможет нам Господь и благословит нас. И видите, также вот этот пример юноши, о котором пастор говорил сегодня, о котором записано и в Евангелии от Марка. Интересная такая мысль там сказана, когда юноша подошел и спросил, что мне делать. Вообще, а он какую-то одну заповедь не выполнял, да, все-таки, какую? Нет, ну как, ну как, любил, он же проявлял. Я так думаю, это мое мнение. Он не выполнил первую, самую заповедь. То есть, он, вот самую первую заповедь, он не возлюбил Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. То, что сделали ученики. Они оставили все. У Петра был бизнес, у Петра был дом, он оставил это все и последовало за ним. У Матфея был карьера, он оставил и последовал автор этого. Да, каждый, у кого-то была политическая деятельность, Симон Зилот, он оставил и последовал за Господом. У нас с вами была, может, какая-то жизнь, особенно те, кто там, в Советском Союзе, могли бы учиться, могли бы получать какую-то там карьеру, образование, но мы это оставили, потому что нельзя было порой верующим людям. Кто-то имел успех и давал Господь возможность, но мы это оставили. И Господь не оставится без награды, без вознаграждения то, что мы сделали. Смотрите, когда подошел юноша этот, и Христос смотрел на него, и там сказано интересно, мне всегда это нравится. Он говорит, что он сделал, Христос, когда посмотрел на него? Он полюбил его, полюбил его. Видимо, Петр, который потом пересказывал Марку, он заметил эту деталь. Как он это заметил? Я не знаю, но заметил. Хотя у Марка это не свойственно Марку, но это отдельный тоже разговор. Марк пишет очень короткое послание, Евангелие. Но вот он заметил, что он его полюбил. А полюбил ли юноша? То есть смотрите, вроде как он даже его избрал и предопределил для спасения, но он не сделал шага. Юноша не сделал вот этого шага. В нем в нем не проявилась любовь. А самую главную заповедь выше, то есть почитай Господа Бога выше всего и люби его всем сердцем и не соблю. Сохрани нас Господь. И давайте мы сделаем выводы и мы помолимся. Первое. Главный приоритет в жизни христианина. Я думаю, вы поняли из всей долгой проповеди. Самый главный приоритет в жизни христианина это любить Господа всем сердцем, всем разумением. В этом все. и соответственно это любовь, это медаль, монета, это две стороны медали. Если на одной стороне любовь к Богу, то на другой стороне обязательно должна быть любовь к людям. Одно без другого не идет. Фарисеи любили Бога, но не любили людей. Саддукеи любили людей, но не любили Бога. Христос говорит, что нужно делать и то, и другое. И нужно делать это полностью с самодачей. Второе. Нужно платить налоги. Друзья, так призывает Господь. Господь не призывает к тому, что восставать против государства, бунтовать, политические движения сделать. Нужно быть гражданином общества и выполнять то, что нам необходимо. Если не касается притеснения наших религиозных свобод и притеснения того, что если бы государство не требует от нас то, как вот Советский Союз требовал, чтобы мы отрицали существование Бога, тогда это уже вопрос в совести. Здесь, когда касается денег, это не наше. Мы должны отдать. И последнее, третий вывод, это Бог живой. И Он живой как там на небе, так и здесь, на земле. И мы будем всегда это знать. Мы будем помнить, что те, которые перешли туда, тоже живы. И тоже ожидают нашего прихода туда. И мы так призываем и людей тоже. Люди сегодня не верят в загробную жизнь, к сожалению. И в этом их проблема. Поэтому давайте мы в нашем благовестии, когда мы будем общаться с людьми, с неверующими, пусть наше сердце горит вот этим желанием людям сказать, что Бог живой. И скоро, очень скоро, уже в апреле, мы будем говорить, Христос воскрес. Давайте мы говорить так, что Он воскрес не просто на словах, а что Он действительно живой Бог. И что гробница пуста. И то, что сегодня воскресенье называется воскресеньем. И слава Богу, что мы в это верим и это должно быть в нашем сердце выигравлено. Да благословит нас Господь, чтобы нам любить Его всем сердцем, соблюдать все Его заповеди и служить Ему до конца нашей жизни и там в вечности. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь. Боже, благодарим Тебя за этот вечерний час, за то, что мы могли собираться вместе со святым народом Твоим, Господь, слушать Слово, разбирать Его, Господи, прославлять Тебя, поклоняться Тебе, Господи, молиться Тебе. И Ты знаешь, возможно, какие-то есть мысли, которые еще не были высказаны в сердцах людей сегодня, Господь, в сердцах детей Твоих. Ты знаешь их. И для Тебя драгоценна каждая мысль, Господь. И Ты ценишь то, что мы любим Тебя и то, что мы чувствами любим Тебя. И особенно Ты ценишь, когда мы любим делами, Господь, нашими телами, нашими душами, нашим сердцем, Господь. Научи нас, Господь, как Церкви Твоей любить, любить Церковь, любить ближних своих, любить членов Церкви, любить тех, которые приходят из мира, нашу Церковь, еще не знают Тебя, дай нам и так же являть любовь и им, Господь, чтобы, видя любовь между собой, они бы узнали, что мы Твои ученики, Господи. Дай нам свидетельствовать окружающему миру о том, что Ты Бог живой, Господи, находятся все источники жизни, Господи. И Ты сегодня даешь эти источники жизни каждому верующему в Тебя. Ты сказал, что из чрева нашего потекут реки воды живой, Господь. Дай, чтобы нам не быть закрытыми, Господи, источниками. Пусть эти воды, жизни, Слова Твоего, Евангелие, разливаются вот по Сакраменто, по Калифорнии, везде, где мы будем находиться, на тех местах, куда мы пойдем, Господь. Касайся многих и многих, которые еще не знают Тебя, Божия. И это боли, переживания мое, Господь, сегодня. Я думаю, что каждого из нас, из близких наших друзей, Господь, родственников, Господь, касайся, приводи ко спасению, Господь, укрепляй нас, Господь. Дай, чтобы церковь Твоя сегодня освящалась, дай, чтобы молодежь сегодня была целомудренной, Господь, дай, чтобы сегодня старцы наши, Господь, и старшее поколение показывало пример добрый поведения, Господь. Отцы и матери наши учили любить Тебя всем сердцем, Господь, своих детей. В руки Твои доверяемся во всем, и да будет имя Твое прославлено, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.